После этого мы применяем активационную функцию. Мы пока что знаем только сегмоидную активационную функцию, но в линете была применена активационная функция, которая называется гиперболический тангенс. По сути это та же сегмоидная функция, но с некоторым небольшим отличием. Тангенс гиперболический это 1-e в степени минус x делить на 1 плюс e в степени минус x. У этой функции есть некоторое хорошее качество, которое мы чуть позже рассмотрим, однако эта функция не сильно отличается от сегмоидной. Итак, на выходе из тангенса гиперболического у нас получается все тот же тензор, все того же размера 6х14х14, потому что тангенс гиперболический мы применяли к каждому значению отдельно. Дальше мы делаем еще один сверточный слой, в котором будет 16 каналов. И этот сверточный слой будет иметь фильтры опять того же размера 5х5. Вопрос. Какого размера будет результат работы этого сверточного слоя? Распорта. 6 Riley. Продолжение следует. Распорта.